Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» на телеканале ТОН-ТВ. Веду ее сегодня я, Александр Курарье. Со мной в студии писатель, драматург, ну и известный доктор Леон Огулянский. Здравствуйте! Здравствуйте! Леон, 25 мая в Москве в театре, интересное название, театр без вывески, пройдет премьера вашей пьесы, спектакля по вашей пьесе «Гнездо Воробья». Пьеса написана достаточно давно и, в общем-то, довольно широко шла не только в Израиле, но и в России. Почему режиссер решил вновь обратиться к этой теме? Чем она так интересна? Ну, пьеса, во-первых, в некотором царстве, в некотором государстве, она не привязана к каким-то географическим... То есть, общечеловеческие. ...общечеловеческие ценности. Ну и, наверное, история такова, что она интересует разных режиссеров, разные театры, интересует актеров, которые заняты в этих спектаклях. Ну, в общем, как Шолом Алэхем писал, об что речь? Она ищет убежище от серой, ужасной повседневной жизни в образе Эдит Пиаф. В этом образе очень успешно существует, переживает, любит, страдает и живет дальше. Он холодный, циничный ее врач, ее оппонент, который в процессе общения с ней постепенно убеждается, что никому, в общем, не дано право силой, таблетками, уколами, капельницами вытаскивать человека из мира его, из цветного мира иллюзий, из мира его мечты в нашу повседневность. И постепенно он переходит на ее сторону. То есть, кто пациент, а кто врач, это все относительно? В общем, да, они меняются как бы местами, короче, он полностью принимает ее позицию, пропуская вот эту идею, в общем, через свой опыт и человеческий, и врачебный. Очевидно, вот такое превращение на сцене в рамках драматического спектакля, оно и интересует театры. Ален, а где вообще шла эта пьеса? Пьеса впервые была поставлена израильским театром Мотора, режиссер Александр... Мотора, надо пояснить, для тех, кто не знает иврит, это цель. Да. Этот театр работает в Израиле, режиссер Александр Каплан, в спектакле были заняты Геннадий Юсим и Ерма Мамествалова, замечательные наши актеры, театры и кино. Но спектакль идет и сегодня, к сожалению, не так часто, как хотелось бы его видеть, но он идет на иврите и на русском в Израиле. А пьеса была написана на русском? Пьеса была написана изначально на русском. После делали перевод, да? Да, я делал перевод на иврит и работал с редакторами, так сказать, превратить это в театральный иврит достаточно высокого уровня, сценического уровня. И у этого спектакля театра Мотора сложилась счастливая судьба. Его вывозили на гастроли в Соединенные Штаты, в Германию. И на театральном фестивале в Санкт-Петербурге он получил приз зрительских симпатий. В общем, очень такой почетный приз. В дальнейшем он был поставлен, спектакль был поставлен в Русском драматическом театре Литвы, в Вильнюсе. При том, что в постановке режиссер Александр Серов, руководитель постановки Йонас Вайткус, довольно крупно известное имя, на театральной панораме русскоязычного пространства и за рубежом. Отказываетесь принимать лекарства? Что с вами делать, приходится? А кто решил, что я больная, меня можно лечить? А нам, да, две попытки самоубийства. Плохо считается. Что будет, если очередная картина? Я уже покоролена. На кладбище Перлашес. Получилось так, что каждый год спектакль выходил в одном из театров. На следующий год вышла премьера в Русском драматическом театре Астаны в Казахстане. Я ездил на премьеру в великолепный, мощный спектакль с элементами яркого шоу, с очень интересной музыкой, музыкальным решением. И спектакль идет очень успешно и до сих пор в этом театре вот уже два года. Вы можете называть вас грозным, Топ? Прослое стереть невозможно. Конечно. Как можно стереть то, чего уже нет, что уже прошло? Прослое становится настоящим. Браво. Браво, Доп. Но может больно ранить и даже убить. Послушайте, я не намерен проводить с вами философскую дискуссию. Давайте я буду спрашивать, вы отвечать. Идет? Вы одиноки. Да-да, одиноки. Никто вас не любит. Никто вас не хочет. Может, начальник. Хочет? Но хочет не там, как бы вы хотели, чтобы он вас хотел. И это три, что он вложил. Он хочет вас просто, как еще одну. Но вам это не подходит, вам неотворимо внимание. Это желание сильнее жажды и голода. А вы же что-то. Да как вы можете? Вы еще надуваете себя врачом. Но вы же не больные, так ли? Нет, нет, нет. Затем спектакль был поставлен в Кенишемском драматическом театре в России. Этот спектакль театр привозил в этом году на Международный театральный фестиваль в Смоленск. К сожалению, не получил ничего из призов. Но спектакль вызвал интерес и у публики, и у жюри фестиваля. Могу переспать с вами и рассказать об этом вашей жене. Убить начальника, а там чуть-чуть с собой, да мое тело. Оно мне не принадлежит. Да я уже это не лобовое стекло невозможно. Оно рассыпается в кровь. Точно как двоя. Может, мы просто срабатываем себе на счастье. Устаем, чтобы потом отдохнуть. Копим на лекарства. Тянем на пенсию, чтобы потом просто... Ну и вот теперь получается так, что спектакль, эта пьеса прописывается в Москве. Лен, ну вот вы практически на все премьеры, ну стараетесь, по крайней мере, ездить. Да. То есть, когда это ставилось в театре Мотора, я так понимаю, что вы здесь принимали активное участие. Ездил на своей машине на премьеру. Да, и вы принимали участие, бывали на репетициях и так далее. Но вот как вы себя ощущаете, вот как автор, когда вы приезжаете на премьеру в какой-то город, я не знаю, в Литву, в Астану, и смотрите свою пьесу. Каждый раз она разная. Что вы испытываете? Нет ли такого ощущения, что как это вот мое детище взяли и, ну не скажу изуродовали, может наоборот, сделали лучше, но это уже не мое? Ну, я всегда говорю, что в моем представлении автор должен оплодотворить режиссера, режиссер должен выносить беременность, родить ребенка, потом ребенка сделает. Сколько вы уже говорите, как доктор или еще как драматург? Нет, как автор. Как автор, так. Родится ребенок, сделают ему обрезание или не сделают, это уже дополнительный вопрос. Еврейский доктор. Да, еврейский доктор, да. Но, тем не менее, это уже как бы перестает быть моим, это является детищем целого коллектива. Понятно, что кроме актеров на сцене есть целая масса людей, которые работают над этим проектом, над этим спектаклем. И потом, когда премьера выходит на сцену, ведь зритель, сидящий в зале, он тоже является, если спектакль удался, зритель тоже является не свидетелем, а непосредственным участником спектакля. Но это же известная вещь, когда один и тот же спектакль в одном и том же составе, в одном и том же театре играется. Вот, например, в понедельник он играется вот так, а вот во вторник или в пятницу он играется совсем по-другому. Совершенно по-другому. Другой за, другая энергетика, другая педагога. Звезды, иначе, расположены. Совершенно другой спектакль. И звезды тоже. И в этом удивительное волшебство театра, что каждый раз один и тот же спектакль с теми же актерами играется по-разному. Есть еще один момент. Вот, например, актеры драматического театра «Астаны» довольно молодые люди. Я думаю, что им еще нет 30 обоим. И я понимаю, что с годами, взрослее, они будут этот материал пропускать и оценивать совершенно иначе. А какое возрасте героя есть? Герои должны быть в возрасте от 45 до 50. А, то есть более зрелые люди. Более зрелые люди, которые уже прошли какой-то жизненный путь. И вот этот процесс, он сам по себе тоже очень интересен, что люди, вот молодые актеры, получая свой жизненный опыт, свой театральный опыт, конечно, сегодня, через два года играют этот спектакль совсем иначе, чем играли на премьере. Вот, и это само по себе очень интересно наблюдать. Но, отвечая на ваш вопрос, вот, когда пишешь пьесу, потом вычитываешь, потом есть такой этап вычитывания в голос, всегда складывается некая картина, некая модель режиссерская в голове, как это должно выглядеть, включая музыкальное оформление, сценографию, движение актеров по сцене. То есть, приходишь на премьеру с некой моделью в голове, видишь что-то похожее, как бы основанное, что это прописано, но выходя с премьеры, я каждый раз говорю себе, Леон, ты бы так не сделал. Скажите, а вот мне интересно, вот театр решает поставить вашу пьесу, они как-то там связываются с вами, получают разрешение, потом как-то показывают, советуются. Да, разумеется, идет, начинается переписка о том, что планируется премьера, премьера в такие-то сроки, кто будет занят в спектакле и так далее. Я стою на той точке зрения, что автор не должен вмешиваться в постановочный процесс спектакля. Ну вот такое мое личное мнение. У некоторых режиссеров это вызывает удивление. Не помню, кто-то из режиссеров сказал, знаете ли он, сколько мне пуговиц открутили авторы в процессе работы над спектаклем, и сколько нервов попортили. Я считаю, что беременность уже произошла, и нечего вмешиваться в ход этой беременности, пусть режиссер вынашивает и рожает. И пока по своему опыту могу сказать, что я еще ни разу не пожалел о том, что не вмешался в процесс. Но вы у меня сорвали с языка следующий вопрос. А было ли когда-нибудь, что вам не понравилось, вот вы не вмешивались, но вот вы пришли и поняли, что не то? В каждом спектакле есть какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. Есть спектакли хорошие, есть плохие. Давайте назвать вещи своими именами. Очень трудно. Дело в том, что это ж, ну, мои дети так или иначе спектакли. Очень трудно назвать их плохими, но все они очень-очень разные. Я не могу сказать, что из поставленных в пяти театрах, в общем, играется этот спектакль. Пятого я еще не видел в Москве. Но вот в четырех театрах я считаю, что все эти работы, они состоялись, однозначно состоялись. Они очень разные по режиссерскому решению и по актерскому подходу. Ну вот давайте вернемся к премьере, которая будет 25 мая. Что вы ждете от этого спектакля? Кто режиссер, кто актеры? Да, режиссер – это художественный руководитель театра. Да, кстати, интересное название – театр без вывески. Мы вот как раз говорили перед этой передачей, что в Израиле в основном театр без вешалки, а в Москве, где как раз необходима вешалка, в вешалке есть. А театр, вот взял такое название – театр без вывески, он существует уже 30 лет. 30? 30 лет у них, по-моему, в этом году юбилей. Театр довольно известен, они вывозят свои спектакли на различные театральные фестивали, получают призы. Я знаю, что театр посещаем, у них что-то 300 с лишним мест зал, у них есть своя публика. Кстати, находится этот театр в районе метро Войковская, так что, в общем, место довольно… Легко добраться. Легко добраться, да. Режиссер и художественный руководитель театра Мария Дроздова. Заняты в спектакле актеры Елена Дмитриева и Андрей Федоров. Я, к сожалению, лично ни с кем из коллектива театра не знаком, но непременно поеду на один из премьерных показов, познакомлюсь. Но активная переписка о предстоящей премьере уже идет. Так что заочно мы как бы уже знакомы. Но вы ждете, что это будет спектакль совсем другой или похожий на те, что были? Конечно, конечно. Все спектакли, они очень не похожи друг на друга. То есть режиссерское решение, оно очень сильно отличается. И, слава Богу, так это и должно быть. Лен, скажите, вот в Израиле довольно сложно вообще какие-то пьесы, какие-то художественные произведения продвигать, потому что ты делаешь спектакль, ну раз, два, три его показал, и страна-то вот она. И все, и показывать некогда. Ну, разве что пригласят на какие-то гастроли куда-то за рубеж. А как обстоят дела в Москве? То есть такое количество театров ходит вообще в театры москвичей? Ну вот если сейчас открыть электронные кассы билетные в Москве, то мы увидим, что практически на месяц вперед билеты уже проданы. Есть какие-то места, которые не очень пользуются успехом, балконы и так далее. А в основном портер, я думаю, что продан абсолютно на все спектакли. Вы имеете в виду какие-то определенные театры, известные? Абсолютно все театры. Возьмите просто, возьмите на выбор любой театр, мы можем зайти сейчас в электронную сеть, продажу. Билетов практически нет. Я стараюсь каждое посещение Москвы посвятить походу в несколько театров, видеть, чем дышит, живет современный московский театр. И каждый раз, чтобы достать билеты, нужно либо заранее, за несколько месяцев их заказывать, либо задействовать какие-то театральные связи, чтобы достать контрамарки. И действительно, когда приходишь в зал, я всегда перед началом привстаю, оборачиваюсь и смотрю, что происходит вокруг, действительно аншлаги. Абсолютно на все спектакли. Здорово. А чем вы это объясняете? То есть, в общем-то, ну понятно, что всегда московская, питерская публика всегда ходила в театры. И в такие известные театры было всегда не достать билеты. То есть, это традиционно, достать билетики, это было просто замечательно. Когда молодой человек собирался сделать девушке предложение, то предварительно он должен был пригласить в какой-то театр хороший. Это уже была половина успеха. И были театры такие, как АВДТ, куда вообще невозможно было достать билеты никогда. Да, то есть, не было никогда. Было какой-то блат задействовать, чтобы получить все билеты, и то за два месяца вперед. Нет, к сожалению, был период, я помню, 91, 92, 93, я просто, я еще был до моего, прямо буквально накануне моего отъезда в Израиль, мы с женой шли просто мимо БДТ, и вот, ну давайте зайдем. Мы зашли, и вдруг обнаружили, что билеты есть практически на все спектакли. И стоили тогда, я просто запомнил, они стоили раза в полтора дешевле, чем билеты в кино. Вот это был такой недолгий период, ну такой, ну потом все это, слава богу, закончилось. А не кажется ли вам, что вот эта вот тяга сейчас, вот такая массовая тяга зрителей к театрам, концертам, к открытым лекциям и так далее, это какой-то эффект немножко, который, можно сказать, похож на вот на эффект выставки Серова, когда вот вся Москва ломанулась? То есть, это какая-то вот ответная реакция на... Мне кажется, что нет. Дело в том, что залы были переполнены и до знаменитой выставки Серова. Нет, понятно, что выставка Серова не явилась поводом. Я могу сказать, что вот за последние пять лет, сколько я посещаю московские театры, залы совершенно заполнены зрителям. Но, видимо, в России для русскоязычного зрителя принято посещать театры. Я могу сказать, вот недавно я вернулся с фестиваля «Смоленский ковчег» в Смоленске. Огромный зал, тысяча с лишним мест. 12 дней идет фестиваль, по 2-3 спектакля в день. Билетов нет. Есть билеты на балконе, можно найти, последние ряды балкона. А так встаешь в портере, оглядываешься назад там из шестого режиссерского ряда. Зал совершенно заполнен абсолютно на все спектакли. При том, что население, это Смоленска, 300 тысяч. Это как наш решен лицион. В решен лиционе, кстати говоря, нет своего театра. А в Смоленске есть театр Грибоедова, огромный театр. Есть малый драматический, камерный театр, тоже очень популярный. Есть кукольный театр. По-моему, даже есть ТЮЗ, есть консерватория. Все это совершенно востребовано. Вот для сравнения. Леон, ну что, я могу сказать только, дорогие наши зрители, дорогие россияне, которые нас тоже смотрят. Мы вам завидуем белой завистью. Я завидую как зритель, потому что у вас есть такое разнообразие театров, концертов, куда вы можете пойти и посмотреть. А Леон, наверное, завидует как драматург, как автор. Потому что любая пьеса может идти долго, может идти счастливо. И ее будут смотреть. Всего доброго. Вы смотрели программу «Тема дня». До свидания.